Левая конечность здоровая, левая конечность поражена. У локтевой кости левой нарушение зоны роста. Из-за этого кость не растет, не удлиняется, не увеличивается в длину, тем самым создает эффект лука, тетивы лука. То есть лучевая кость растет, а локтевая кость не растет. Локтевая кость не дает лучевой кости нормально развиваться в длину, вследствие чего та деформируется, скривляется. Наша задача высвободить лучевую кость от плена локтевой кости, которая не растет, для того, чтобы она могла удлиняться. Что вы будете делать? Сделайте надрез какой-то, да? Да, мы сделаем надрез кожи, сделаем доступ к локтевой кости и, по сути, пересечем локтевую кость, удалим из нее фрагмент, для того, чтобы она слишком быстро не срослась. Наша задача всего лишь нейтрализовать действие локтевой кости на лучевую, чтобы она не сдерживала ее грусти. Я смогу показать это при помощи линии. То есть вот локтевая кость, нам надо выпилить вот такой сегмент из нее, такую дольку кости просто выпилить и удалить. В этом месте останется просто просвет, там будут мягкие ткани. Но наша задача, чтобы короткая и не удлиняющаяся локтевая кость не сдерживала рост лучевой. Поскольку большая часть нагрузки воспринимается именно лучевой кости и вторую лапу, видимо, мы трогать не будем, то такая операция не приведет к значительному нарушению опороспособности льва. Он сможет ходить и будет пользоваться этой лапой. А если бы обе лапы, тогда хуже стало же его обычно? Ну, конечно, реабилитация животного с операцией на обеих лапах гораздо сложнее. В данном случае мы на снимке видим, что деформация на правой лапе ничтожна и, самое главное, зона роста правой локтевой кости открыта. То есть она продолжает расти. Мы можем таким образом скорректировать рацион, чтобы синхронизировать рост лучевой и локтевой кости. То есть мы, может быть, несколько сдержим темпы роста путем того, что ограничим потребление калорий и протеина. Симон сейчас чувствует какие-то дискомфорты? Более... Конечно, конечно. Из-за того, что конечность деформирована, вес и нагрузки распределяются неравномерно, и это существенно повышает нагрузки на запястный сустав. Пальцы выворачиваются, да, там, если мы с вами попробуем ходить криво, ставя ногу, там, очевидно, будет неудобно, да, и другие участки опорно-двигательной системы будут повышивать, испытывать повышенные нагрузки. Поэтому, конечно же, ей ходить тяжело, учитывая то, что на передние лапы приходится до 70% веса. Да, то есть голова, шея, плечевой пояс, грудная клетка, больше, да, две трети животного четвероногого опирается именно на передние конечности, а не на задние. Но она все равно не кривая, это не из-за возраста. Ну, темперамент в данном случае берет вверх над физическими способностями. Да, что щенки, что котята, несмотря на какие-то серьезные нарушения, они все равно, конечно же, продолжают быть игривыми.